Утки все ушли, скорее всего туда. Утки уплыли, работники остались. Гнездиться здесь больше негде. Прошлогодний сухостой срезан. Как оказалось, птицы уже успели снести яйца. Эти фотографии с утиными яйцами сбудоражили пользователей интернета. А на самой стройплощадке о гнездах немного слов. Ты работаешь? Нам нельзя не гнездовать. Работники признаются, яйца находили и даже пытались их спасти. Переправляли на другой берег. Все, что находили, убирали туда. А находили что? Уткины яйца туда уносили, в другие гнезда. Камыши сейчас срезаны вдоль берега. И все утки уплыли. Возможно, все эти работы и были предусмотрены генпланом. Но казанцы в недоумении. Неужели нельзя было подождать? Утят вырастут, улетят, сами смогут себя прокормить. Есть фрагменты. Их же приходится тоже и выковыривать. Это старые колеса, коряги. Если бы мы это все не вытащили своевременно, то при нагревании воды это все бы стало вонять, стало бы все это гнить. Соответственно, ни о каких тенцах лечи быть не могло бы. Поэтому работникам и пришлось срезать сухостой, как прокомментировали подрядчики и биологи. Начать работы раньше не позволила поздняя весна. Когда лед сошел, естественно, там жижа. Пока она немножечко не утвердилась, пока она немножечко не встала, заходить нельзя. Как только можно было зайти на территорию. Ребята срезали и убирали. Мы открывали для молодой поросли много солнечного света. И они действительно еще параллельно тестовали оттуда мусор. А вот яйца могли принести на этот берег, и вороны экологи не отрицают. Сейчас утки высиживают потомство. Первая кладка, возможно, потеряна. Но популяция не пострадала. Кряква имеет достаточно высокую плодовитость в водоемах города. Выводит до августа месяца птенцов. Соответственно, в целом кряку не страдает. Казанцы могут быть спокойны. Утки наверстают. Но только уже на другом берегу озера. Альбина Винебаева, Рамзель Гарипов, Марат Зайдулин. ТНВ. Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова